На этих старых фотографиях герой Советского Союза Андрей Александрович Рахманов. Он попал на фронт в первые дни Великой Отечественной войны. Участвовал в обороне реки Днепр, был дважды ранен. Звание начальника артиллерии стрелковой дивизии держал оборону в Подмосковье, не пропустив врага в столицу. Потомки Андрея Александровича бережно хранят память о нем. Юлия Аграфенина своего дедушку не видела. Он умер до ее рождения, но по рассказам родственников она хорошо знает о подвиге деда. Мне очень много про него рассказывала бабушка, рассказывала, конечно, много из его военных подвигов. Я очень горжусь тем, что я его внучка, что я в этой семье, стараюсь делать все, чтобы быть достойной. В память о герое Советского Союза на фасаде дома, где он жил после войны, установили мемориальную доску. О победителях теперь будет напоминать и аллея героев. Еле посадили во дворе домов 23-25 по улице Гагарина. Гаврин Ильич, в каких войсках срочную? Мото-пехота. А, ну вот я говорю, мы с тобой привычные копать. Особенно в учетке. Да. Каждому дереву присвоили имя героя Советского Союза, который жил в Самаре и, в частности, в железнодорожном районе. Наши ветераны сражались ради жизни, да, ради жизни наших людей. А дерево – это олицетворение, наверное, некоторой жизни. Они будут расти, эти елки будут вырастать, деревья будут большими. И будут расти вот эти ребята, которые школьники сегодня проходили. И вместе с этим будет оставаться и память о подвиге наших земляков. Не забывают и о тех, кто дожил до наших дней. Им всесторонние заботы и внимание. Мы выделили все адреса, по которым до сих пор проживают ветераны. Эти адреса обслуживания данных домов мы взяли на особый контроль. Заявки, которые поступают по касающейся нашей работы, они исполняются в особо короткие сроки и с пристальным вниманием. Аллеи героев появятся и в других дворах Самары. В управляющей компании ЖКС обещают – обязательно будут ухаживать за именными деревьями. Марина Матвеевична, Лариса Шалафаст, Артем Сулайманов. События.